так сейчас я хочу показать самый популярный завтрак в канаде бенди иди это не тебе я знаю что ты пинат баттер у нас ел когда таблетку заедал но сейчас я тебе его давать не буду очень аллергичная это еда были не могу одной рукой мазать ладно сейчас намажу потом подключусь так вот я намазала пинат баттер это огромная банка вот моя рука вот такая банка здоровая и теперь то сюда кладем варенье канадские дети готовы есть это на завтрак обед и ужин я вам честно скажу я это не люблю вот мы уже почти месяц в канаде я это первый раз ем то банка у них стоит уже давным давно я так понимаю что она не пропадает тоже особо это арахисовое масло если кто не знает что такое пинат баттер все и вот вот такой бутерброд сейчас будем кушать выше не будешь ну вот он океан здесь куча на о вы тоже тут это наше или тоже купили или куда он делся не стареть как всегда вы уже сходили туда и наше там он там около воды присели может воды я не знаю куда-то надо присесть здесь все тенечко нету да нигде пойду на ту сторону посмотрю чё то можно пойти ножки помочить в грязючке а я думал это кто-то дух и валяется так это обезьяна а вот здесь можно черешню надо помыть и бэнтли попоить не упрям на такой жаре конечно там если только в тень залезть под мост там если только сесть у меня есть маленький зонтик от дождя но у нас всех не спасет конечно солнце палит хорошо а он не вижу они уже ножки помочил посмотрите на вот этого счастливого человека мы с утра приехали завтракать и у нас есть для этого отличная причина с днем рождения слова поэтому мужчине сегодня между прочим полвека стукнуло как ты догадался до такой жизни скажи мне вот это у нас такое празднование 50-летие завтрак праздничный в очень модном месте очень хорошие отзывы не были ну принципе вкусно здесь очень отмечать будем когда мальчики уже у нас с отпуска приедут с европы уже тогда будем делать партии у меня мороженое с блином с бананом и с клубникой такой голодный чтоб все быстро ест меня подожди приехали в ресторан наш ну как ресторан ресторан у нас был любимый но еда там просто нам очень не нравилось пошли туда сходим еще шрана ты говоришь вот все равно пошел новое здание вот этого не было до а школа тут было это младшая школа посидим тут подождем нам сколь 25 минут нам ждать нашу еду славочке же сегодня день рождения он решил сегодня делать все что он хочет вот хочет он балкан хаус мог бы не курить какой пример ты подаешь детям приветствовали день рождения тебя поздравили хорошо у тебя на коленке работа ранения на коленках на карачках ползает чего-то делаешь покажи свой плейтер на 4 так настроя зачем мы взяли на 4 а вот еще салат и я а ты за двоих будешь есть ну давай ой ну пакуй что я тебе могу жить что я могу тебе предложить меня нету скажут где вы на каких подворотнях вообще это покупаете вот это зад ресторана ну давай не будем это правда сейчас будет летать а чё ты на сиденье не хочешь положить ну ладно ложись сюда до ложись у все дома распакуем покажем чего-то бентли на подушка бентли не поцарапал нам сиденья ну и все вот сюда теперь можно она не будет теперь летать сюда ложь о все дома распакуем покажем чего у нас там какая у нас там вкуснятинка какой счастливый балконхаус свой взял любимый в россии сидел мечтал о нем как он соскучился за ним вот это называется порция на четверых да салат ну-ка подними вот так чтобы видно было что это за порция какого она размера но нужно разделся вот короче моя рука все всего по 4 в общем сколько видов колбасок всяких мясо 1 2 шашлычки 3 вот такие котлеты плоские мои любимые 4 а это не плоские вот эти плоские 5 и бекю кон 6 в общем 6 видов мяса а или 7 даже вот еще какие-то тут есть до 7 видов всего по 4 штучки и картошка балканского вида она как бы как пюре но не совсем пюре и плюс еще салаты и хлеб сейчас распакую покажу так вот у нас еще две порции салат такой мы взяли индей по порции салат греческий и вот по половинке считается как бы у них 2 1 идет на двоих о вкуснятина запах славика любимая еда мы решили съездить посмотреть на наш бывший дом наш родненький который мы покрасили сами камнем обложили снизу он был такой некрасиво некрасивая мы его сделали таким красивым ох уже и паркуются на нашей грядке на нашей траве вот наш дом бывший потому все сами камни слова откладывал я цветы вот эти все посадила тут ничего не было а все так и осталось мы сейчас сзади тоже прошли там даже цветы мои висят искусственные на балконе ничего не изменилось ой Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Потом в три часа ночи застрелил, потом еще там во сколько-то, в общем, в четырех местах стрелял. Два человека убил и два человека ранил. Очень серьезно ранил, они сейчас в реанимации. Вот, и, короче, потом в три часа полиция его застрелила. В общем, в общей сложности три человека умерло. Воих он застрелил, его застрелили. Но самое страшное, что это все происходило вот буквально вот в нашем районе, в Ленгли. И вот прямо вот в двух блоках отсюда. В двух, в трех, в пяти блоках, в кварталах. И самое что страшное, что я посмотрела по карте. Одно самое, а не самое первое, второе убийство было где-то в трех, в четырех блоках отсюда. Я на карте посмотрела, это как раз та дорога, где Владик у меня каждый день ходит с работы. Он уже сейчас работает в как-то складе посудомойщиком. И он заканчивает где-то в два часа обычно, в час, в два, в три. Он где-то около трех, он, в общем, идет домой как раз по этой дороге, где было совершено вот это вот убийство. Я теперь вообще не знаю, мне где-то из головы не выходит. Я вообще не знаю теперь, как вот он ездить, его встречать, но можно, конечно. Ну, вот близко, в принципе, двадцать минут пешком он идет вечером. Иногда его подвозят, его работники, служитцы. Ну, можно, конечно, Слава будет забирать. Ну, просто Слава и в пять часов вставать. Получается, что в три часа он будет его привозить, и он потом больше не ляжет, конечно, потому что он будет кусочек. Ну, в общем, так неудобно, конечно, но будем забирать, в любом случае, потому что я и раньше переживала, а сейчас я вообще теперь не спать не смогу. И вообще теперь даже не смогу его туда отпустить. Ну, сейчас Леша приедет с Европы, может быть, Леша будет его подбирать. Он же тоже возвращается со своего кактус-клаба. А они в разных работают. Вот, может, он его будет забирать. Я вообще, я в шоке. И вот прям по той дороге, как он ходит, вот прям там было нападение. Причем причины неизвестны. Кто так говорит, ты бомжей пострелял? Да каких бомжей тут? Бомжи, вон, те на хастинге. Тут у нас, че, бомжи в 3 часа ночи, даже если они есть, они спят. Просто каких-то людей, скорее всего. Одна женщина из них. Я не специальная. Сейчас вы опять начнете говорить, что, ой, а в России как будто не стреляют. Я просто показываю, что у меня происходит. И в России тоже бывает. Ну, когда вот насчет стреляния, там бывает подерутся, там морду набьют. Ну, так, чтобы в РМ стреляли, у нас оружие-то мало у кого есть. Да что у меня падает все. Ну, растаявшее какое-то. Так, я еще забыла сказать, что Владика вчера выходной как раз был. У него два дня выходной. А так он в 3 часа как раз возвращается, вот как раз по той дороге и ходит. И Владик такой, о, как раз там, где я иду, типа, ой, хорошо, что мне было хорошее. Я вообще не знаю, я в таком стрессе вот в каком-то сейчас пребываю. Это какой-то ужас. Субтитры сделал DimaTorzok